всем привет у нас суббота плюс 2 все тает гололед все я ходила на родительское собрание пришла и думаю что мне приготовить долго я сопротивлялась но желание переборола хочу беляшиков и детки меня тоже любят беляшки поэтому сегодня готовлю беляши так замесила тесто и уже видите налепила фарш у меня свиной но чуть-чуть осталось я из него сделаю фрикадельки сделаю суп с фрикадельками а это беляшки уже греется масло так тесто у меня дрожжевое пол литра воды столовая ложка сухих дрожжей 50 грамм сахара чайная ложка соли замесить тесто не крутое в конце 50 грамм подсолнечного масла немножко где-то с полчасика постоит поднялась и можно лепить я его использую для пиццы и для беляшей так но беляшки я делаю такие с отверстия сначала жарю отверстие вниз потом переворачиваю некоторые в серединку льют кипящее масло чтобы прожарилась но я смотрю если с середины выступает прозрачный сок значит фарш приготовился жарим на среднем огне чтоб верх не горел если будет гореть вверх середина будет сырая но и если на сильно маленьком то она тоже не прожарится так что жарим жарю на своей любимой сковородке маслица так хорошо чтобы они немножко плавали у меня получается как раз по три штучки вот сначала хорошо прожариваем не сейчас не переворачиваем потому что сок начнет течь и будет все брызгать поэтому прожариваем когда края подрумянится будем переворачивать ну вот жарится и здесь вот серединке когда появится сок будет булькать будем вынимать сейчас покажу какой он серединке вот хрустящий обалдеть сочный аж меня свинина лук и немножко водички соль перец обалденный все пропеклось супер будем кушать вот такая миска у меня пеляши получилось они не горелые это у меня так телефон показывает что я плохое освещение так уже дети покушали это осталось на потом ну и вот столько еще осталось фарша я решила не собственно реками сделать а гороховый здесь у меня горох там петрушка картошка морковка брусочками вот фрикадельки сделала сейчас посолю поперчу и залью водичкой и все и будет у меня мультиварки скороварки варится гороховый суп все налила водички перец соль лафрошечку и закрываю ставлю на 12 минут суп вот старт и после закипания 12 минут он готовится и вот готов так завтра меня у свекрови годовая по свекрови и готовлю кашу поминальную это рис стакан риса промыла залила водичкой и без соли без ничего 15 минут варю потом добавляю мед изюм и можно посыпка какой-нибудь красивые помню бабушка раньше моя выкладывала такие разноцветные конфетки были вот не так это в детстве нравились вот эти конфеточки и вкус сладенький так что готовим поминальную кашу при сотворился добавила сюда изюма и вот столько меда так и параллельно варют ворожок ведь какой красивый сейчас его процежу сыворотка пойдет поросятка вот это рожок для нас так и сейчас это все перемешаю и выложу в пиалочку но такая каша получилась ну к утро есть конечно шарики немножко растут но все равно цвет немножко останется все накрываю крышечкой и в холодильник ну когда уже остынет час она еще тепленькая накрою потому что заветрится рис так отсыдила творог вот столько вышло его свеженький не кислый получается так еще надо будет игорь купил печенье и мука это мы поставим на стол там где поминали и первый раз если честно слышу игру сказали что купить конфеты и там где свечки продают то женщине дать и так как она в эту церковь ходила вот та женщина что на свечках будут каждому по конфете давать кто заходит церковь чтобы помянули свекровь и честно я такое первый раз слышу ну сказали так сказали ну вот это вот завтра тоже поедет но еще позвонила мне игоря крестная и сказала что как именно писать я сейчас но вот она мне подсказала на записку как писать о упокоении первый раз я такое слышу получается всю кровь годовая надо писать преснопамятной и она умерла в день рождения своей мамы и вот если в день рождения упоминать усопшего то надо писать преснопоминаемая вот так это для того кто не знал так как и я я вам подсказываю дай бог чтоб вам это не пригодилась жизни но всякое бывает так что хорошо что есть в томуг ну тот кто научит и подскажет так что так назад сейчас еще игорь придет записочку напишем он перечислить кого знается со стороны матери со своей родни вот и помянуть а я уже добавлю со своей родни и будет записочка готова и на завтра у нас утром будет получается церковь поедем а потом у нас кафе заказано как и прошлом году кафе хорошее будет 13 человек у нас игорь перезвонил всем чала 10 заказали потом уточнил вот 13 человек так что завтра у нас день тяжелый вот сейчас наварится супчик еще наверно детям сварю кашу гречневую с тушенкой и с грибами гороховый суп перелью в кастрюлю а в мультиварке сделаю кашу гречневую потому что детей мы завтра не берем детей мы завтра не берем потому что на одного человека получается 25 рублей ну и так как бы многовато выходит ну а кафе удобно что посидели все убрали там если что осталось дают эти пакетики дают палеточки такие как вам сказать господи забыла короче такие коробочки закрывающиеся вот и если остается что-то с собой забираем и я домой привожу и дети кушают поэтому сегодня решила все приготовить чтобы завтра им было что поесть они остаются думать не сейчас они делают уборку маша вяжет игрушку я сделаю мастер-класс за снимешь и выложишь на свой канал я говорю хорошо вот так что она хочет связать мягкую игрушку такой как шарик котика как миртал серенького и она говорит я уже кружок связала покажи всем привет я вижу вот такого вот шарик крючком это путь уже связала шарик это будет основание для моего котика похожего на нашу место вот такой вот металл с ушками с глазками и с хвостиком эти сама связала уже в середину синтепон положила красивый какой научилась уже кошки можно игрушки даже новогодние вязать и всякие игрушечки даже тигру можно знак нового года так что молодец учись так ну все гороховый сварился его переложила или лена в кастрюльку смотрите как он красивенький все супер не густой не жидкий и фрикадельки не разварились сейчас буду делать гречку так промыла гречку сейчас посолю здесь у меня тушеночка гусиная брала пожирнее баночку так это огурчики будут к речке а здесь у меня хранятся мои сушеные час фокусирую грибы вот такой вот емкости плотно закрыты у меня на кухне стоит все сейчас все выложу и покажу так мы все насыпала сюда грибов сушеных выложила тушенку морковочку заморожена брюсочками посолила поперчила лаврушку и сейчас отправляю все в мультиварку скороварку на 12 минут так как и сух варила так ну и гречка у меня уже приготовилась рассыпчатая смотрите какая грибочки готовы сейчас перемешаю чтоб все было вместе что когда варилась грибы вверх всплыли все и на завтра у меня будут вкуснятина для детей беляшики супчик гороховый каша с гречкой с огурчиком компотик могут во дворе взять или чай сделать с лимончиком все накрываю крышечкой и на этом заканчиваю наше видео всем спасибо что заходите не забываете всем здоровья всего хорошего всем пока